ну смотрите по танкам мы достигли наша армата на 15 лет на 10-15 лет опережает их это мнение всех специалистов мира кроме включая американских кроме китайских китайцы утверждают что их танк лучше ну патриотизм вещь хорошая пусть считаю по крайней мере рогозин очень правильно мой взгляд сказал когда ему сказали что вот франция с германии собирается построить танк разработать который будет ответом на армату сказать но это страны с высокотехнологической культурой с развитой промышленностью поэтому наверно создадут за 7-8 лет но мы-то это время тоже на заднице сидеть не будем поэтому в танках нам удалось достигнуть форы мы в мы впереди практика покажу если один из игроков не сходит с дистанции то преодолеть отставание очень трудно если она уже возникла т-50 по т-50 чуть-чуть лучше чем f22 чуть 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 не сильно но чуть-чуть лучше тоже американцы мне это говорили но от тут же неважно лучше хуже но он не хуже не хуже но по крайней мере уже тем более что даже для с 400 f22 не цель вообще считайте его не при поддержке с 400 т-50 лучше нам но есть вес 400 f22 не существует у 160 ту 160 по спротив b1b хороший вопрос ну я бы сказал что т-60 т-160 лучше особенно сейчас когда его модифицируют ну вообще-то они и так нельзя сказать лучше они же не предназначены для дуэлирования друг с другом назначены чтобы долететь но они вообще-то не для театра военных действий они не самолет театра военных действий о которых спрашивает не владимир дальше то есть система реактивного залпового огня то есть артиллерия у нас она в основном представлена системы реактивного залпового огня ну и собственно самоходной артиллерии тяжелыми самоходными миномет здесь бы лидеры как были так и остались что еще есть боевые вертолеты насколько я слышал вроде бы неплохие вот последними 28 н очень приличные примерно на уровне с апачем значит вот эти наши соосные к 52 эти очень хорошие эти очень хорошие даже практически практически без как это может так выразиться ну у них нет аналогов так сказать на той стране ну и наконец в чем мы слава богу создали такое же лидерство как по танкам это невозможно переоценить современной не ядерной войне это по системам радиоэлектронной разведки и подавления кто мог подумать что именно в этом всегда отставали здесь мы абсолютные лидеры то есть вот у нас сейчас уже имеющаяся оснащенность наших сухопутных войск что никакого высокоточного орудия применяться оружие применяться не будет если она будет при этом хуже для применяющих то все она будет взрываться только вылетев из ствола орудия а чаще и не вылетит в радиусе 25 километров просто все взрывает защиты от этого они пытались разработать нету наши стратегические ядерные силы обладают возможностью нанесения удара по любой точке земного уши строго полюбой будут просто это факты где никто это никогда даже не отрицал сейчас мы еще хотим вот сейчас на повестке дня в разработчиков они точно сделают стоит чтобы не просто могло поражать любую точку любую точку с любого направления то есть чтобы мы вот допустим вот мы его от америка чтобы мы могли не только так а и вот так вот зайти грубо говоря это очень важно при их системе противоракетного она работает только в одном секторе без на ней сзади подходишь она не работает через полюса то нет ну разные да сразу пусть лучше не знаешь откуда сейчас ты не знаешь когда но откуда к тебе прилетят русские ракеты ты знаешь а вот когда ты еще не знаешь откуда то так сказать это такая двойная рулетка до оттаскает на дусть по сути тоже тени сдают неизвестные карты ты еще не знаешь сколько их Вторая вещь. Это не носит какого-то прорывного характера, потому что у нас это и так есть. На наших тяжелых ракетах, самая тяжелая наша ракета это РС-20, наша воевода, которую сейчас, как вы знаете, принято решение о возобновлении производства, причем не в Днепропетровске, как можно догадаться. А вовсе даже наоборот внутри Российской Федерации. Ее тяжесть, как вы понимаете, определяется не тем, что у нее боеголовка большая, боеголовка весь не так много, а тем, что на ней существует, помимо боевой части, огромное количество устройств для преодоления противоракетной обороны. От ложных целей до, я всего сам не знаю, но я знаю, что там есть и блоки, которые, насколько я понимаю, плазменные блоки, которые противоракеты. Ну, то есть, короче, там есть много чего. Она как тяжелый корабль, который может преодолевать полосу действия вражеского флота охотников на данный корабль. То есть, там есть подводные лодки против линкора, а есть там линкоры или большие противолочные корабли, которые оборудованы противоплодочными, так сказать. Вот здесь такой же аналог. Воевода способна преодолевать, ну, и любую противоракетную оборону. Значит, американские стратегические ядерные силы, собственно, ступать, наиболее не менее, неизвестно, в чем будет, в чем их попытка их вывести на новый этап. Они будут делать боеголовки, разделяющие головные части, которые будут гиперзвуковыми. Да, значит, у нас это заложено в нашем ответе, хотя совершенно не факт, что у них это получится. Там это не то, что нет действующих моделей, там до прототипа еще очень далеко. У нас разработчики противоракетной обороны закладывают уже, что как будто бы они есть. С теми тактиками, техническими характеристиками, которых они хотят достичь. А второй компонент стратегических, это, насколько я понимаю, это противоракетная оборона. Наша классическая противоракетная оборона, которая была, это Амуры. Амуры это ракета, которая очень быстро, то есть вот у нее по штатному, не расписание называется, по штатному регламенту, у нее между пуском и моментом, когда она взрывается почти на орбите, то есть в том месте, где вражеские боеголовки начинают свою работу, назовем это так, глиссаду, грубо говоря, снижение, у нее проходит по регламенту 4,5 секунды. Это на самом деле я... 4,5 секунды. Да, и в это трудно поверить, но это так, у нее поэтому даже люк не отодвигается, отстреливается. Ну и вот, и соответственно, сейчас я знаю, что на смену Амурам разработали что-то новое. Что, не буду врать, не знаю, но что-то из этой же оперы. А S500, S500 характеристики как раз известны, которые мы хотим достичь. Инсайт тоже говорил с теми, кто это курирует, клянутся, даже вот за соком мы разговаривали, говорит, есть еще очень большие сложности, но все идет более-менее, и похоже создадим. Но если создадим, то что это значит? Если создадим, это конец игры. Конец игры? Это конец игры. Ну как, ты в броне, которую я мечом, мой меч не берет ее, или там моя стрела из арбалета, а арбалет у тебя такой, что только я без брони. Ну все, что тут, это как в проферансе, если у меня чистая игра, что картами шлеп, предъявил и все, так сказать.